Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Скажите, не знаю как быть, в интернете я познакомился с парнем около 6 лет общались. Смотрите, сразу здесь возникает такой вопрос к вам, почему вы познакомились с мужчиной в интернете. И 6 лет с ним общались, то есть вы как вот, вы пришли в интернет, вы познакомились в интернете с человеком, для чего? Ну вот, опять, да, по факту, для чего вы познакомились в интернете с человеком? Вот, вы хотели быть этим человеком. Вообще вы, условно говоря, в интернете пришли. Вот, то есть почему не в реальной жизни вы выстраивали отношения с людьми? Ну, как правило, я хочу подчеркнуть важный момент, как правило, люди в интернете знакомятся только тогда, когда время жизни не всё получается, мягко говоря, гладко. Вот, и люди знакомятся в интернете тогда, когда есть какой-то вот, может быть, негативный опыт, ну, негативный опыт взаимодействия с противоположным полом, да? Когда взаимодействие с партнерами, есть негативный опыт в реальной жизни, вот. И это очень такой важный момент, на мой взгляд, потому что это может влиять на вас, да? То есть 6 лет вы за 6 лет увиделись в 2 раза и всё это время вы общались с человеком, вот. На что-то надеялись, наверное, на что-то рассчитывали, наверное. Дальше. Причиной расставания оказалось, что я выносил мозг и портил настроение. А как именно вы портили мозг, как именно вы выносили мозг и портили человека настроение? То есть вот, я бы сказал, что это не совсем понятная история. Что конкретно вы делали? Вы чего-то хотели от мужчины, вы чем-то не ждали от человека, ну, в чем-то не ждали от человека. А какой здесь был, ну, какая набразность была у того, что вы выносили ему мозг, ну вот, человеку, я имею в виду. Это важный момент. Ну, что касается того, что портил настроение, то это, ну, на мой взгляд, это выглядит таким образом, что человек, ну, мужчина, да, он на вас как-то вот ответственность Свою перекладывает на то, что у него ворческом строении. Вот. То есть, ну, выглядит, 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 выглядит ситуация вот примерно таким образом. Судя по тому, что вы пишете. Судя по тому, что вы описываете. Дальше. Так. Сказал, что без меня лучше, чем со мной, что чувство все остыли, для него важнее, для него важнее деньги, чем любовь со мной. Сказал, лучше быть в достатке ни одному жить, чем строиться делать кому-то хорошо и выживать. Ну, честно говоря, честно говоря, это не сказать, чтобы, знаете, похоже на правду. Не сказать, чтобы это, прям, вот, то, что, ну, вообще, то, что человек думает. То есть, это уже очень сильно, ну, это звучит и выглядит, как то, что, ну, человек просто, как-то вот, знаете, как-то вот реагирует на эту ситуацию. Вот. То есть, ну, то есть, выглядит это вот примерно так. Что, как будто у него, ну, реакция какая-то идет. Вот. Потому что обычно, как правило, так, ну, так не реагирует. Вот. На, ну, на вот то, что вы описываете. То есть, обычно реакция все-таки, наверное, немножко другая возникает. Вот. А здесь, то, что вы описываете, это прямо очень такая экспрессивная, что ли, история. И вот я думаю, что надо бы здесь, наверное, когда определиться с этим, про правду, когда человек говорит или нет. Насколько он искренен в том, что говорит. Да? Да. Дальше. Так. Ээээ, седческий пробовал наводить отношения, все на нет. А как именно вы пробовали наладить отношения с тем человеком, ну конкретно, как вы пробовали это сделать? То есть вы приняли его позицию, человека. Вы изменили свое отношение к нему. Как, вот что конкретно вы сделали для, ну что конкретно вы сделали для того, чтобы ситуацию исправить? Я просто не очень этот момент уловил, да, не очень этот момент понял. Дальше. Так, скоро у него день рождения, не знаю, стоит ли поздравлять. Но смотрите, здесь момент такой. Здесь момент такой. Если вы чувствуете, например, если вы чувствуете, если вы знаете, что будете, допустим, ждать чего-то от человека, да, вот, если вы чувствуете, если вы знаете, что будете, ну, ожидать какой-то обратной связи от него, вот, то в таком случае, наверное, поздравлять его ничто не стоит, потому что вы разочаруетесь по факту. Вот, вы разочаруетесь и вы, на мой взгляд, ну, просто будете чувствовать себя не очень хорошо. Вот, но если, если вы готовы, готовы, если вы готовы человеку просто поздравить, потому что знаете, например, что ему, ему от этого будет хорошо, да, если вы, ну, чувствуете, знаете, что ему от этого будет приятно, что вот, и если это не вызывает у вас каких-либо ожиданий, то поздравить, в принципе, что его более чем можно, но вот, другой вопрос заключается в том, опять, что вот, нужно ли это ему, да, то есть, ну, то чего вы это делаете. То есть просто из вежливости делать это не нужно, потому что, ну, очевидно, вы находитесь немножко не в тех отношениях, чтобы делать это из вежливости. Просто из вежливости делать это не нужно, ничего хорошего этого не получится. Вот. Это если, вот, просто из вежливости. Если вы хотите, там, действительно, ну, если вы можете вложить, что-то, вот, ну, это подравление, своё подравление, если вы можете что-то вложить. Вот. Ну, вкладывается, вкладывается, я думаю, что это будет только на полную пользу и приятно будет человеку. Вот. Ну, такая вот история. Дальше. Хотел бы как мужчине отправить корзину с алкогольной едой как мужской подарок через доставку, но неверно стоит ли делать эти все слова глубоко в душеств и обиду. Смотрите, ну, во-первых, с обидами можно поработать прямо сейчас. И я, конечно, не знаю, когда у него день рождения, я не знаю, когда у вашего мужчины день рождения, вот, но я думаю, что можно, можно будет, эээ, ну, можно будет, эээ, как-то поисследовать это, эээ, вот, именно то, что вам обидно. И, соответственно, помочь вам преодолеть эти обиды, подобраться в них и спокойно решить для себя уже поздравить вы человека или нет. Вот. Ну и, эээ, на мой взгляд, очень важно, чтобы, эээ, вы сами разобрались, ээ, в том, почему вам обидно, то есть, ну, из-за чего, из-за чего вам обидно, что вам обидно. Вот. Потому что пока все выглядит так, что вы перекладываете ответственность за то, что вот именно вам, ну, неприятно, да, дискомфортно, дискомфортно от всего, вот, вы перекладываете ответственность за это на человека, ну, вот. Ну, это не самый лучший момент, эээ, куда вы можете двигаться. То есть, ваша обидно это про то, что вас задевает. Обидно это про то, что вам неприятно, про то, что вам тяжело, про то, что вам, ну, про то, что вам, вот, как-то, ну, дискомфортно. 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 Опять же. Вот. Так, я думаю, можно ответить на вопрос, на вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ээээ, желаю всего самого доброго. Удачи. Все, 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 и надеюсь, что ваша ситуация разрушится. Продолжение следует...